Всем здорово пацаны! Короче, сегодня будем записывать обзор на этот мотовелосипед. В прошлом ролике мы снимали обзор на восход 3M и этот ролик набрал тысячу просмотров. Спасибо вам огромное! И теперь мы снимаем обзор на этот веломотор. Начнем с истории этого веломотора. Раньше, в советских временах, были разные мопеды. Зив, Карпаты, Риги. И вот на Ригу устанавливался советский мотор Дэш. Вот я вам предлагаю фотку. Но когда он уступил 21 век, китайцы тоже, видать, захотели кто-то тоже установить. И придумали вот такой мотор. Как видите, он очень схож с риговским мотором. Конструкция этого мотора очень одинакова. Китайцы, конечно, усовершенствовали. Но этот мотор может где-то быть из недоработками. Например, когда он пришел ко мне с интернета, на нем вот тут вот была древая колена трубы. И оттуда сочилось масло выхладное. Ну а так мотор очень хорошо себя показывает. Я на нем уже четвертый год катаю. И он себя показывает, ну, очень отлично. Двигатель этого мотовелика. Веломотор F80. Заявленная кубатура, по-моему, 72 кубических сантиметра. Также есть веломоторы и F50, и веломоторы F72, и даже F100. Двигатель также двухтактный. Значит, сюда нужно мешать бензин с маслом, воздушного охлаждения. Сцепление находится под этой крышечкой, и оно сухого типа. Там стоят сухарики, я их менял один раз. Там их 15 штук, и они отлично подходят сюда от Риги, от этого же старинного советского мотора. Карбик очень простой. Всего один винт регулировки. Это холостой ход. Вот такой на нем стоит фильтр. Вообще ставят почему-то вниз, но я поставил вверх вот этими самими заборными отверстиями, чтобы не сосала пыль из-под колеса. Глушитель у этого веломотора вытянут вниз, он дует прямо под ноги. Можно заказать с Вайлберис или с Алиэкспресса глушитель, который будет выходить у вас назад. Бак объемом 1,5 литра очень вместительный для этого веломотора, потому что расход очень маленький. Всего 2-2,5 литра на 100 километров. Также у меня тут висит брелок Тойоты, заказывал его. Ну, просто для красоты. Еще я дополнил этот велосипед с мотором вот такой динамкой, которая вырабатывает электричество. И от нее питается вот эта фара. Здесь я менял лампочку один раз. Ручка газа, как видите, она не родная, потому что родная ручка выглядит вот так. Это ручка Ижевская от Иж Планеты, потому что родная ручка у меня отломилась крепление тросика. И пришлось купить вот такую Ижевскую ручку, и она сюда отлично встала, и вот газ все работает. Дорогие подписчики, теперь я продолжу обзор. Разные моторы могут разгоняться по-разному. Некоторые могут разгоняться и 70, а какие-то 40. На этой модели стоит ведомая звезда на 44 зуба. Этот мотор может разгонять велосипед скорость 55 км в час. Скорость зависит даже от колес. Если поставить колеса меньше, скорость станет выше. Мотор довольно тяговитый, и почти на максимальных оборотах он развивает мощность в 3 лошадиные силы. Теперь поговорим про основу этого мотовелика, а точнее про раму. Рама этого мотовелика от советского велосипеда Урал. От какого велосипеда вилка, я не помню. Мы вообще с Кирюшей Натурей не помним, от какого это велосипеда. Ну, такие. Потому что рама от Урала, а вилка с багажником вообще от другого велосипеда. Сама рама собрана из двух великов. Зажигание здесь обычно электронное. На самом валу стоит магнит, вокруг катушка, и с нее идут импульсы. На катушку зажигание, а потом уже и на свечку. Также здесь сделан белый провод для фары. Но зачем это сделали, я пробовал подключать, и он сразу глохнет. Нагрузка очень большая. Некоторые, конечно, это решают и наматывают еще одну катушку для генератора. Но это, как правило, тоже нагружает сам мотор. Ну и все, вот такой обзор у нас получился. Мне помог Кирюша даже заснять обзор. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok